Добрый вечер на канале Бук ТВ. Большие итоговые новости в студии Анастасия Милишкевич. Неделя позади и самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти семь дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Будем вместе разбираться в этих событиях, чтобы понять, что они значат для нас с вами. Главные темы сегодняшней программы. Профессиональный праздник встречают представители сферы торговли. Со столетием образования брестских специалистов поздравил министр антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Алексей Богданов. Более 30 лет на страже экономической стабильности страны. Предупреждение и выявление нарушений в сфере налогового законодательства. Сотрудники налоговой службы празднуют профессиональный праздник. Беларусь отмечает 30-летие Института президентства. В Бресте прошло открытие передвижной фотовыставки «Первый хэштег в первом регионе». В эфире программа «Итоги недели» и мы начинаем. Ежегодно в последнее воскресенье июля свой профессиональный праздник встречают представители сферы торговли. В этом году участвование лучших в своем деле совпало со знаменательной датой – столетиям образования органов торговли Республики Беларусь. Сегодня в первом регионе в одной из главных сфер экономики трудится свыше 70 тысяч работников. Накануне в Брестском горисполкоме прошло заседание коллегии Главного управления торговли и услугу Блсполкома, на котором мастера своего дела получили заслуженные награды из рук министра антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Алексея Богданова. Как прошла торжественная церемония и какими достижениями в сфере торговли отметился «Первый регион» – все подробности в первом материале программы. Торговля – одна из крупнейших отраслей экономики и статистика «Первого региона». Но это доказывает, что сегодня более 70 тысяч берестейцев, или 30% от общего числа занятых в области, работают в этой сфере. Они обеспечивают развитие потребительского рынка, внедрение современных эффективных методов и форматов торговли, а также укрепляют престиж своей профессии. В преддверии праздника Дня торговли лучшие из лучших мастера своего дела получили заслуженные награды – нагрудные знаки, грамоты и благодарности. Хочу сказать, что предприятие развивается динамично в этот сложный момент. И тем не менее показатели, премирование тоже много зависит. Заработная плата людей у нас тоже, можно сказать, выше среднего уровня показателя. И очень почетно, что мы справляемся с поставленными задачами и будем в дальнейшем этому следовать. Все, допустим, всплески, когда возникают в обеспечении, как вот, допустим, год назад было, ажиотаж пошел по сахару в республике, начали скупать сахар. Мы, единственное, за два дня продали очень большое количество, потому что избили этот негатив. И люди увидели, что государство обеспечено всем необходимым и не требуется каких-то всплесков. И также мы стараемся работать на опережение и по сезону обеспеченность товарами народного употребления. В основном у нас продукты питания. В полном достатке. И в основном это сейчас идет основной поток, допустим, работаем с Российской Федерацией. Конечно, санкционная политика немножко свои нюансы вносит, потому что логистика удорожания пошла очень. Из-за этого немного по импорту, получается, цены немножко выросли. Но мы все-таки стараемся придерживаться ценовой политики на социально значимые товары, указанные во всех правительственных распоряжениях. И в то же время я вам хочу сказать, что обеспечение будем в дальнейшем обеспечивать как белорусским товаром, так и Евразийского экономического союза. Это такая значимая, весомая и красивая дата. Мой трудовой стаж в торговле начался с 1984 года, когда я закончила институт. И, соответственно, с этого периода по настоящее время в торговле произошли существенные изменения. И я даже могу сказать кардинальные изменения. И вот то, что лежит на поверхности и видит каждый из нас с вами каждый день, это наши современные торговые объекты, это широкий ассортимент товаров, это качество продукции. И практика моей работы и в опте, и в рознице, и в органах регулирования торговли показала, что если есть сплоченный, дружный, целеустремленный коллектив профессионалов, все трудности и преграды, они не страшны. А что касается следующих 100 лет, вперед, вперед и только вперед. Я бы хотел отметить, что недавно мы отпраздновали свой профессиональный праздник, и нам очень приятно участвовать в торжественных мероприятиях, посвященных столетию торговли Республики Беларусь. А это в принципе логично, потому что в объеме нашей деятельности отрасль торговля занимает более 50%. И из нашей общей численности, более 9 тысяч работающих, тоже 55% заняты именно в обеспечении торгового обслуживания населения. Посему мы на сегодняшний день сохранили свою структуру, сохранили максимально свои торговые объекты, которых более 1300 единиц, из которых 70% находятся на селе. И выполняем социальную функцию по обеспечению сельских жителей, в первую очередь, товарами, в том числе белорусскими. Сегодня это очень много звучит. Продвигаем товары белорусских производителей, которые сегодня в структуре товарооборота занимают около 90%. Сегодня в первом регионе функционирует более 18 тысяч объектов розничной торговли площадью более 1 миллиона квадратных метров. Средняя заработная плата по отрасли за пять месяцев составляет порядка 1663 рублей. В 2024 году по итогам пяти месяцев торговля занимает второе место по вкладу в рост волового регионального продукта области после обрабатывающей промышленности. Активно улучшается торговое обслуживание, акцент сделан на сельских жителей. В Брестской области сельские населённые пункты обслуживают 64 автомагазина. В этом году запланировано приобретение ещё 12. И работа по модернизации сферы торговли только набирает обороты. Вы знаете, первый регион в нашей республике по праву носит это имя, не только по алфавиту, но и по тем достижениям, которые есть, в том числе и в торговом звене. Вы сами жители этого региона и сами видите, и те зрители, которые будут нас смотреть, мы являемся все потребителями, ходим по магазинам и видим широкий ассортимент поставленной продукции. Конечно, в первую очередь это белорусский товар и те предприятия, которые расположены на территории Брестской области и всей нашей республики. Это широкий ассортимент импортных товаров, того, что мы не производим. Мы стараемся находить баланс интересов ради того, чтобы потребитель мог выбрать из того, что широкий ассортимент товаров, который производится в нашей стране и поставляется. Конечно, очень важно выполняется и в Брестском регионе, выполняется и задача по сдерживанию цен, регулированию цен. С удастом установления 713 мы не должны превышать установленных параметров инфляции. И сегодня по итогам работы за 6 месяцев Брестский регион выдержал этот параметр и он не превышает установленных в целом республики. А в целом, конечно, хочу отметить, что торговля развита и, приходя в магазин, мы видим, что на полках магазинов есть много товаров на любой вкус. Хочешь – подешевле, хочешь – среднего сегмента, хочешь – и премиального сегмента, как говорится, каждому по своему кошельку. Поэтому это здорово, что мы способны обеспечить интересы каждого человека. Главная задача, стоящая перед субъектами торговли в 2024 году – сдерживание инфляции в пределах прогнозного значения. Среди других целей – обеспечение реализации продукции отечественных производителей, доставка товаров до самых отдаленных уголков страны, повышение уровня жизни граждан. Василина Буцкевич, Эдуард Букунович, Юрий Лемонтович, итоги недели. Аллея фонарей Бреста, расположенная по улице Гоголя, пополнилась новым арт-объектом. Открытие стилизованного фонаря, выполненного в виде потребительской корзины, приурочено к столетию образования органов торговли Беларуси. Участие в церемонии приняли министр антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Алексей Богданов, руководство города и области, а также Главное управление торговли и услуг облсполкома. Также в честь наступающего праздника в парке Тысячелетия высокий гость вместе с представителями сферы торговли заложили новую кленовую аллею. Все подробности у моей коллеги Василины Буцкевич. Новый стилизованный фонарь в честь столетия образования органов торговли Республики Беларусь открыт на тематической аллее по улице Гоголя. В торжественной церемонии открытия арт-объекта участие приняли министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов, руководство области и города над Бугом, представители торговли. Сегодня эта отрасль является одной из самых важных в стране. В ней работает более 600 тысяч человек нашей республики. Мы традиционно формируем второе место по вкладу в валовый внутренний продукт нашего государства и достойно несем эту функцию. Мы все с вами в то же время и покупатели, и в то же время потребители. И приходя в магазин, всегда хотим, чтобы нас встречал улыбающийся продавец, чтобы на полках магазинов у нас был широкий ассортимент товаров по справедливой доступной цене. И мы с этим справляемся достойно. Поручения главы государства по сдерживанию цен выполнены. Выполнили второе поручение – это обеспечили отечественными товарами широту ассортимента на наших белорусских полках магазинов. А белорусские товары наших производителей, они действительно славятся своим качеством во многих странах мира. И белорусы любят и предпочитают именно их. Новый арт-объект прямо и метафорично отражает тему торговли. Центр композиции выполнен в виде тележки, наполненной подарками. Основание фонаря отсылает к римскому богу Меркурию, покровителю торговли, прибыли и обогащения. Это передается через шлем, крылья и сандалии олимпийца. Уже традиционно в Бресте отмечать знаменательные даты открытием фонаря. Столетний юбилей торговли не стал сегодня исключением. Торговля всегда была и остается важной сферой для удовлетворения жизненных потребностей людей. Если так посмотреть, очень отрадно, что столетие торговли выпало еще на 30-летие. Юбилейная дата с того момента, как был избран президент нашей страны Александр Ильич Лукашенко. Поэтому могу оперировать некоторыми данными, что с 1994 года темп роста роличного товароборота нашей области в сопоставимых ценах увеличился в 11 раз. Товароборота общественного питания вырос в более чем в 4 раза. В числе объектов общественного питания на 35%. Наша глава государства также на протяжении всего периода президентства уделяла большое значение обеспечению потребительского рынка и уровню цен на товары. Особое внимание отечественным товарам и справедливым ценам, в том числе на плодовочную продукцию, так называемый брошевой набор. Уже сегодня ими область может обеспечить население в межсезонный период под полную потребность. Сдачи поставлены президентом по обеспечению высокого уровня обслуживания и торговли, особенно на селе. Увеличение продаж отечественных товаров находится на особом контроле в области. Брест силен своим традициями и сегодняшнее подтверждение это открытие очередного арт-объекта на улицах города. Конечно, мы рады в первую очередь тому, что мы, наверное, можем выполнить ту миссию, которая сегодня была возложена в части открытия этого памятного объекта в честь столетия образования госорганов торговли. Брест пограничный город и, понятно, торговля всегда была преобладающим фактором в развитии города. Поэтому мне хотелось пожелать, конечно, всем здоровья, счастья, мира. И очень актуально, что, еще раз повторюсь, Брест пограничный город и он знает цену мира. Поэтому, чтобы праздник удался, я хочу, чтобы вот эта потребительская корзинка, которая сегодня открыта, была максимально полна. И чтобы мы, горожане, гости всегда могли, как это, исполнить любое свое желание, придя в любой магазин нашей страны и города. Поэтому с праздником! Еще одна добрая традиция в честь праздника – это посадка деревьев. В парке «Тысячелетие» города Бреста министр антимонопольного регулирования торговли Республики Беларусь Алексей Богданов вместе с руководством областей города, также представителями сферы торговли высадили аллею, которая будет напоминать горожанам о столетнем юбилее белорусской торговли. 33 саженца кленов будут не только радовать глаз местных жителей, но и в будущем дарить тени прохладу в летний зной. Этот праздник и нашего поколения, но этот праздник еще вдвойне тех ветеранов труда, которые и сегодня с нами живут, дай Бог им крепкого здоровья, те, кто ушли уже из этой жизни, царствуем небесное. И мы, их потомки, будем стараться от всего сердца и всей душой вложить всю эту профессию замечательную, чтобы нашим людям, нашим гражданам было очень комфортно и приятно приходить и получать от нас услуги. Потому что помимо того, что мы продаем, мы еще оказываем очень хорошую услугу, создавая микроклимат в магазине, создавая комфорт, когда кто-то приходит потребитель, это очень важно. Особенно в наше непростое и сложное время, когда хватает и так очень много всякого негативного. Я хожу, когда приходишь в магазин, получил, купил то, что хотел, еще где-то пообщался с хорошим настроением с продавцом и довольный ушел домой. Ушел домой довольный, там семья и передал эту энергию семье и близким. Поэтому еще раз всех поздравляю с этим замечательным событием. Пускай эти деревья растут, но мы, когда будем приезжать в Брест, будем сюда приезжать и смотреть, как они у нас здесь прижились и помнить этот замечательный день. Василина Буцкевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович, итоги недели. Вы смотрите программу «Итоги недели» на БУК-ТВ. Говорим об актуальном и важном. Ежегодно во второе воскресенье июля в нашей стране отмечается профессиональный праздник – День работников налоговых органов. Более 30 лет налоговая служба Беларуси стоит на страже экономической стабильности страны, предупреждая и выявляя нарушения в сфере налогового законодательства. Сегодня приоритетными направлениями деятельности ведомства являются обеспечение прозрачности и стабильности в налоговой сфере, конструктивность во взаимодействии с плательщиками. В канун профессионального праздника награды за образцовую работу из рук министра по налогам и сборам Республики Беларусь Сергея Наливайко получили лучшие налоговые специалисты Брещены. Сильная налоговая политика – важный элемент экономической безопасности страны, а ее гаранты – работники налоговых органов. Они защищают национальные экономические интересы, их работа способствует тому, что налогообложение стало простым и понятным для населения, бизнеса и государственных органов. В преддверии дня работников налоговых органов образцовые специалисты Брещены получили заслуженные награды. Мы в первую очередь нацелены в рамках законодательства сбор средств для того, чтобы делать лучше наши города, создавать условия для жизни наших людей. И, конечно, без выполнения фискальной функции ничего этого получиться не может. Поэтому сколько, наверное, существует государство, столько существуют механизмы, инструменты и службы сбора и перераспределения средств. Но я хочу сказать, что наши налоговые органы это делают достаточно успешно. За пять месяцев хорошая динамика показывает сбору налогов, в том числе местные бюджеты Брестской области. Это дает возможность развивать социальную сферу, заниматься благоустройством, строить, открывать новые объекты, оказывать поддержку реальному сектору экономики. Поэтому без вашей работы, важной функции, конечно, в этом всем процессе участвуют многие, начиная от сотрудников предприятий и организаций, от менеджмента предприятий наших организаций. Но налоговые органы это та служба, которая обеспечивает, еще раз скажу, фискальную функцию сбор средств бюджета. Сегодня налоговая служба Брещена выполняет важную функцию, обеспечивает наполнение бюджета, постоянно совершенствует механизмы своей работы, внедряет новейшие цифровые сервисы. И все это залог того, что государство реализует приоритетные проекты по важным направлениям и увеличит благосостояние граждан нашей страны. Очень достойные результаты демонстрирует Брещена. В принципе, это традиционно. Поэтому здесь никаких сенсаций, никаких открытий. Очень достойно, качественно работают люди, как в принципе в первом регионе и должно это быть, на мой взгляд. С точки зрения достижений и задач, наверное, середина года уже не тот период, когда надо ставить задачи на текущий год. Скорее уже нужно подводить итоги, сделанные за серьезный отрезок времени. Повторюсь, но они на довольно высоком уровне. И в целом по стране идет выполнение доходной части бюджета. И в Брестской области в том числе. Что касается задач на будущий год, мы работаем в рамках стратегии развития налоговых органов. То здесь, по большому счету, создание усовершенствования дополнительных сервисов для плательщиков. И такие наиболее яркие, наверное, моменты. Это дальнейшее развитие налога на профессиональный доход для физических лиц. Могу сказать, что в целом по стране на 1 июля уже 150 тысяч плательщиков зарегистрировано в этой системе. И второй аспект – это префайлинг налоговой декларации, то есть предварительное заполнение за налогоплательщиков. Также налоговые службы нашей страны активно работают с Российской Федерацией. Напомним, что весной 2023 года в рамках сотрудничества двух стран заработала интегрированная система администрирования налогов. Светения, внесенные в базу, используются для сквозного анализа данных по налогу на добавленную стоимость. Еще одна задача системы – выявлять подозрительные схемы налогоплательщиков, например, связанные с минимизацией налогов. У нас очень тесное взаимодействие с нашими коллегами из Российской Федерации. Более того, совсем недавно, в конце мая, если не ошибаюсь, на Брещене мы проводили совместную коллегию. В таком приятном культурном шоке, если можно сказать, наши коллеги из Российской Федерации от Брещена, от города Бреста, от компетенции, квалификации специалистов. Что касается развития взаимодействия, то оно, в принципе, уже на высоком уровне. Сейчас задача стоит, чтобы это взаимодействие шло в автоматическом режиме. Поэтому там работают специалисты, там есть уже, в том числе и в Бресте, выработаны дополнительные логаритмы. Также серьезное инвестирование с обеих сторон идет в электронный документ оборот. Это связано с необходимостью цифровой трансформации для повышения качества контрольных процедур. Василий Набуцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович. Итоги недели. С 1 июля 2024 года в нашей стране изменился порядок получения пенсии и пособий. Теперь граждане возрасте до 70 лет, за исключением инвалидов 1 и 2 групп, проживающие в областных городах и районных центрах, будут получать начисления только через банк. Также под эти изменения попадают пособия, назначенные управлениями социальной защиты семьям, воспитывающим детей. Что нужно для того, чтобы оформить счеты и в каких банках можно получать пенсию? Ответы на эти вопросы есть у моей коллеги Василины Буцкевич. С 1 июля 2024 года для того, чтобы получать пенсию или пособия гражданам в возрасте до 70 лет, проживающим в областных городах и районных центрах, нужно оформить счет в банке. Базовые счета на получение пенсии и пособий сегодня можно открыть в следующих банках. Беларусьбанк, Белинвестбанк, Банк Добробыт, Белгазпромбанк, Белагропромбанк, Сбербанк, Приарбанк, Беловнешэкономбанк. Порядок выплаты пенсий и пособий изменился с 1 июля. И эти изменения коснулись тех граждан, которые моложе 70 лет и проживают в городах областного и районного значения. Беларусьбанк предпринял максимум усилий и на сегодняшний день, можно сказать, что информировали и привлекли к себе наибольшую часть пенсионеров для обслуживания. Напомню, для того, чтобы в дальнейшем получать пенсию, необходимо открыть базовый счет. Как правило, Беларусьбанк привязывает базовый счет в платежную карточку, которая позволяет максимально использовать всяческие возможности. Однако у банка есть возможность предложить нашим пенсионерам обслуживаться и по паспорту. Для этого ежемесячно нужно будет приходить с паспортом к кассовому окну любого учреждения банка для того, чтобы получить пенсию и совершить другие платежи. Для открытия в банке базового счета для получения социальных выплат понадобится паспорт или другой документ, который удостоверяет личность. К открытому счету бесплатно предоставляется банковская платежная карта. Также клиент может обратиться в кассу банка, чтобы снять наличные средства. Для получения социальных выплат есть возможность открыть счет как с выпуском карточки, так и без нее. Также банки предлагают пенсионерам приятные бонусы. Хочу акцентировать внимание на том, что бояться этого не нужно. Банк предложил множество преференций, привилегий, когда базовый счет сопровождается платежной картой. То есть можно так сказать, что пенсионер выигрывает и получает так называемую добавку к пенсии в виде манибэка за безналичные расчеты в магазинах и коммунальных платежей. Кроме того, ежемесячно по мере зачисления пенсии поступает смс-сообщение на мобильный телефон пенсионера бесплатно. Мы рады оказывать всяческую информационную поддержку, учить финансовой грамотности наших клиентов, для того, чтобы им в последующем было обслуживаться удобно, быстро и безопасно. Если у пенсионера по какой-либо причине нет возможности получать свою пенсию, то он может оформить доверенность на другое лицо, которое будет получать выплату за него. По закону представитель доверителя должен быть совершеннолетним. На сегодняшний день одно из самых распространенных нотариальных действий – это удостоверение доверенности на получение пенсии. Доверенностью признается письменная полномочия, выдаваемая одним лицом другому, для представительства перед третьими лицами. При удостоверении доверенности нотариус устанавливает личность гражданина и выясняет гражданскую дееспособность в соответствии с законодательством Республики Беларусь. На сегодняшний день очень важный момент, что с 1 июля 2024 года многие граждане будут получать пенсию через банк. Это не коснется лиц, достигших 70 лет, инвалидов первой и второй группы, а также граждан, проживавших в сельской местности. Они смогут сами выбирать, как им удобно – получать пенсию через банк или через почту. Необходимо отметить, что доверенность на получение пенсии на почте будет выдана сроком действия до 1 года, а срок действия доверенности на получение пенсии, хранящейся на счете пенсионера, со сроком действия до 3 лет. Напомним, что изменения не затронули получателей пенсии в возрасте старше 70 лет и инвалидов первой и второй группы. Среди получателей детских пособий изменения не коснутся инвалидов первой и второй группы и семей, воспитывающих ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет. А также получатели пенсии, детских пособий и пособий по уходу, проживающих в сельской местности. Материна Буцкевич, Эдуард Бакунович, Дмитрий Литвинюк, Кирилл Лимонтович, Новости Бреста. 30 лет назад, 10 июля 1994 года, народ Беларуси избрал своего первого в истории независимой страны президента. Именно с этого дня началась новая глава в развитии государства, когда народ увидел в лице Александра Лукашенко лидера, способного принести стабильность и изменения в политическую жизнь страны. Теперь по прошествии трех десятилетий Беларусь отмечает 30-летие Института президентства. В рамках данного мероприятия было организовано открытие передвижной фотовыставки «Первый хэштег в первом регионе». Брестский кинотеатр «Беларусь» распахнул свои двери для открытия уникальной фотовыставки «Первый в первом регионе», которая посвящена главе нашего государства. Посетителям были представлены кадры рабочих визитов президента Александра Лукашенко в Брестскую область, где каждая из фотографий рассказывает об этапах развития нашего региона. На кадрах можно увидеть президента в процессе общения с рабочими и жителями региона, осмотре предприятия, а также подписание важных документов. 30 лет назад, 10 июля 1994 года, народ Беларуси избрал Александра Лукашенко «Первый в истории президента страны». Беларуси сказали трехдоречные заговорочные «нет коррупции», «нет несправедливости», «нет развода преступности», «нет чиновничного бездела», «нет беспорядка». После открытия выставки в Малом зале кинотеатра прошла диалоговая площадка, где зрителям продемонстрировали фильм, рассказывающий про историю нашего государства и про трудности, с которыми столкнулась наша страна после распада Советского Союза. А также подчеркнули роль президента в сознании мирной и процветающей Беларуси. Дело в том, что, на мой взгляд, Беларуси просто повезло. Повезло в 1994 году, что нашелся такой лидер, как Александр Григорьевич Лукашенко. Мы, славяне, имеем собственный менталитет, который коренным образом отличается от стран Запада. Нам не присущи какие-то либеральные ценности. Нам нужно четкое, понятное руководство, постановка конкретных задач, контроль их исполнения. И тогда страна живет и процветает. А после перед зрителями выступили эксперты, которые обсудили успех и достижение Института Президента, выслушали мнения молодых и более опытных жителей Преста. Особое внимание было уделено взаимодействию президента с другими органами власти и их перспективами на ближайшее будущее. Самая важная задача – мы обеспечили суверенное развитие страны. То есть мы сегодня на внешней арене принимаем решения самостоятельно. Мы сами определяем, каким образом модернизировать, развивать нашу политическую систему. И за 30 лет при этом всем мы сохранили президентскую республику и мы сохранили выборный характер высшей власти. То есть мы сохранили выборы, и люди вольны голосовать на выборах, исходя из своей мотивации. На мой взгляд, это одно из самых важных достижений. Посетить выставку может любой желающий. Для того, чтобы глубже понять значимость визитов президента в регион и оценить его вклад в развитие Брестской области. Анастасия Панасюк, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович. Новости Бреста. Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои и свои события. Какими их увидели корреспонденты Бук-ТВ. Жизнь всегда проще, если понимаешь, как и что происходит. Мы встретимся снова уже на грядущей неделе. Будут новые темы и новые герои. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните номер в Бресте 54-63-67. Но мне остается только добавить. Это было ваше телевидение, семейный канал Бук-ТВ. Я, Анастасия Мелешкевич, говорю вам до встречи. И, как всегда, желаю мира стабильности, здоровья и добрых новостей в ваших домах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова